Был четверг, а это значит, что сегодня я кушаю рыбу. Но это совсем не значит, что я не могу кушать мясо и пироженки. Для разнообразия заказала суши, но их везли долго, минут 10, так что пришлось попить чаю. Я встретила курьера не в самом лучшем виде, но я за это не переживаю. Под кроватью заметила пыльные весы. Встала очень любопытно. Встала на них, 46 килограмм. Ого, загуглила, оказывается это нормально. Но вот и все, пойду поем свои суши. Когда дотаптывала второй ролл, задумалась. А что если когда-то я стану жирной и меня бросит парень? Да не, фигня какая-то. Суши были хорошие, но я очень люблю покушать, а иногда прям пожрать. Так что заварила себе еще чайку. Пришло время сбегать в универ. Взяла с собой термос и пирожочки. Мало ли, захочу кушать. Встретила подруг. Они обсуждали диеты и правильное питание. Стало как-то скучновато. Пошла к мальчикам возле будки с хот-догами. Тут разговоры были интересней. Парни хотели поспорить, что я не съем три хот-дога за раз. Это был верный шанс выиграть. Но подружка потащила меня на пары. Сказала, что если я буду много есть, то меня из-за этого когда-то обязательно бросит парень. А я сказала, что если она не перестанет гундеть, то пирожочками я делиться не буду. На паре я тихонько скушала один. Ну, по крайней мере, мне казалось, что это было тихонько. Подружка сказала, что я бездушная. Я чуть кофейком не подавилась. Она сказала, что нельзя столько жрать и не толстеть. Я слегка обиделась. Я все-таки леди и я кушаю, а не жру. Потом она показала мне зеркало. Да, я действительно жру. Наконец-то я наелась. Но по дороге домой меня переклинило. А что если реально я останусь одна, потому что вечно что-то ем? Я даже не купила себе шоколадку. Но бананчик я все-таки взяла. Я посчитала, сколько еды сегодня съела. Я гуманитарий, так что точного числа назвать не получилось. Тем не менее, я расстроилась. Вела в поиске слово диета. Фу, какое оно противное. Мне предложили рацион кролика. Причем этот кролик погибнет от истощения через неделю. Я не создана для диеты. Я создана для котлеток и печенек. Я поставила перед собой сложную задачу. Если перестану кушать, я буду несчастной. А если продолжу, то меня бросит парень. Но ведь я очень люблю кушать. Но парень, сердце начало биться чаще. И тут я подумала. Как меня могут бросить, если у меня и парня-то нету? Купила себе пиццу и ни о чем не жалею. 2 апреля. На днях пацаны предложили зарубиться в челлендже как у А4. Суть его очень проста. Кто больше наберет вес за 24 часа, тот получит 3000 долларов. Меня смущало это мероприятие, что я в свои 27 лет буду выполнять какие-то школьные челленджи. Но Руслан убедил меня тем, что у нас будет одно весомое отличие от А4. У нас будут реальные бабки. Я думал недолго, я был уверен в своей победе, потому что я именно тот самый человек, который может набрать пару килограммов, просто выпив стакан воды. Я согласился. Ради легких бабок я готов стать даже мистером Максом. Ну а если очень большие бабки, то та же мисс Кэти. Мы встретились, поздоровались. Руслан выглядел подозрительно. Влад выглядел уставшим. Я выглядел красивым. Мужики, давайте стартовать. Я уже два дня не ел. Я понял. К челленджу они подошли серьезно. Но ничего, моя генетика меня не подведет. Первым делом мы провели контрольное взвешивание. Я встал на весы, 93,2, четко. Влад встал на весы, 98,3, как я в свои лучшие годы. Руслан встал на весы, 53,9. Мы переглянулись, заржали. Он весит меньше, чем моя бывшая. Этап номер два. Мы скинулись, обсудили правила. Стартуем ровно в 12. Ограничений по идее нет. Побеждает тот, кто набрал больше всего килограмм от контрольного взвешивания. В середине дня делаем два контрольных взвешивания. Кто победит, пиши в комментариях. Мой план был очень простой. Возобновляю студенческий рацион. Шаурма, пельмени, мивина, энергетики, сникерс, кола и все в тройном объеме. По моим подсчетам, я должен набрать килограмм 8. Этого должно хватить для победы. Я заказал себе шаурму ассорти с тройным мясом, как можно больше соуса, картошки и 2 литра колы. Я хочу толстеть в геометрической прогрессии. Лайк, если любишь маму. Мне нужны эти бабки. Я не ел и не пил уже несколько дней. Я сбросил свой вес до минимума. Чувствую себя Хабибом во время перегонки веса. Последний раз мой вес был ниже 100 килограмм в девятом классе после физры. Жрать хотелось нереально. Для быстрого перекуса заказал себе курицу гриль. Для плотного набора массы я буду жрать Макдональдс, Киевси, пиццы и все это дело буду заливать домашним киселиком. Заказал себе 5 биг тейсти с дополнительным беконом, айсбергом, помидорами, майонезом, бифштексом, сыром плавленым, луком и соусом биг тейсти. 4 большие картошки, 10 соусов, пирожки, маклурри, милдшейк и колу. Завтрак готов. Четко. Лайки, если любишь Макдональдс. Мне нужна была победа. Кредит монобанки сам себя не отдаст. Я несколько дней продумывал свой план. Чтобы набрать наибольший вес, я должен остановить метаболизм. Минимум белков, клетчатки и физические упражнения для того, чтобы больше влезало. Начинаю я с кваса и соленой рыбы, для того, чтобы не выводилась вода из организма. Затем я перейду к сладкому, а напоследок все полирну солениями. Я пошел за едой. В дверь позвонили, это был доставщик. Он достал шаурму. Он явно был в шоке от моего заказа. Шаурма была нереальных размеров, как мой ч... Ээээ, ой, простите, это детское видео, как Копатыч. Мне стало интересно, сколько она весит. Поставил шаурму на весы. 3,3 килограмма. Прямо как Копатыч из смешариков. Я сел. Я видел в глазах Влада зависть. Влад стоял надо мной. Он смотрел, как я ем. Я укусил один раз, два раза, три раза. Шаурма не уменьшалась в размерах. Походу, она сама распаунится. Я не понимал, как ее можно доесть полностью. Влад предложил свою помощь. Я отказался. Ни грамма конкуренту. Я смаковал вкусом шаурмы с кучей соуса и картошки. Я вспомнил те студенческие годы. Тогда шаурма стоила 25 гривен. Это был рай, а шаурма едой богов. Хотя, это и сейчас еда богов. Лайк, если любишь шаурму. Я ему это припомнил. Мне пришла моя курочка гриль. Перекусим и в бой. Я распаковал ее. Я этот запах не перепутаю ни с чем. Детство. Мы с мамой идем покупать колбаску для бутиков, а там на весь магазин пахнет курочка гриль. Я истребил курочку буквально за пару минут. Макс сидел в шоке. Он до сих пор не мог доесть свою шаурму. Мне пришла еда из мака. Я открыл этот мега биг тейсти. У Макса открылся рот еще больше. Я начал жрать. Биг тейсти, картошечка без соусов, потом картошечка с соусом, картошечка в мороженом, пирожок, кола и так по кругу. Походу я гастрономический извращенец. Я пересмотрел свои взгляды по поводу соусов. Оказывается, кисло-сладкий намного лучше карри. А какой твой любимый соус? Пиши в комментариях. Я вернулся. Я начал с упражнений. Бицепс, трицепс. Я устал. Захотелось жрать. План работает. Я достал свои покупки. Литр нефильтрованного класса, щука, платва, олечки, соленые орешки. Я начал кушать. Включил футбол. Почувствовал себя взрослым мужиком. Посмотрел на свои ногти. Попустился. Влад закончил есть свой Макдональдс. По его виду ему было явно плохо. Макс так и не доел шаурму. Я затоптал все. Воды хотелось нереально, но нельзя. Я должен остановить метаболизм. Пришло время взвешивания. На весы стал Влад. Весы считали. Мы ждали. 101,3. Плюс 3 килограмма. Неплохо. Я стал на весы. Весы считали. Я ждал. 94,7. Плюс полтора килограмма. Топлин-блинский. Я проигрываю Владу. Влад стоял довольный. Меня это разозлило. На весы стал Руслан. Весы считали. Мы ждали. Что? Он скинул кило 100. Он стоял в шоке. Мы с Владом стояли в еще большем шоке. Тут уже было дело не в челлендже, а в самом факте того, что он сбросил вес. Так это у меня еще метаболизм не остановился. Начался второй этап. Мне надо догонять Влада. Я зашел с козырей. Пельмени 2,0. Пельмени, масло, грибы, красный перец, орегано, обычный перец, сметана. Тушим, сыр Филадельфия, чеснок, зелень, аджика, сметана. Смешиваем, высыпаем. Готово. Это, конечно, не студенческие, но и бабки за победу не степуха. Я ел. Влад смотрел. Он ждал свой заказ. Я чувствовал, как миллиарды калорий попадают в мой организм. Я вспомнил японок, которые съедают по 10 тысяч калорий за раз. Чем я хуже? Я продолжил есть. Я обязан победить. Я не хочу просто так участвовать в этом зашкваре. Ха, он пошел с козырей. Его это не спасет. Слишком маленькая тарелка. Не нужно закреплять лидерство. Взял баскеты из KFC. Два самых больших острых баскета. О, да. Острые крылышки. Что может быть лучше? Хотя, может, мамин порщик с салом? Но не сегодня. Баскеты были нереально острыми. Походу, я погорячился. Надо было брать обычные. Максим сделал себе добавки. Вот суслик. Я ел через силу. У меня пекло все лицо. И не только лицо. Я запивал киселиком. Это особо не помогало. Надо держаться. Мне нельзя идти в уборную. В квартиру пришел Руслан. У него была куча сладостей в пакете. Вот суслик. Бедный мой пукан. А, о, это же детское видео. Бедный мой вулкан. Как такое могло произойти? Как можно было похудеть на килограмм? Это же вред. Я делал все по плану. Надо менять стратегию. Надо еще больше заниматься. Еще больше есть. Я взял гантели. Бицепс, трицепс. И еще какая-то мышца. Я устал. Я посмотрел на бицуху. Посмотрел на гантелю. Пошел в магазин. Я взял все самое калорийное. Хлеб, самую большую нутелло. Мендемс, большую милку. Желешки, маршмелло. Меллер. Я ел. Запивал с самым жирным йогуртом. И снова ел. У меня началась изжога. Мне нельзя проигрывать. Проблемы с коллекторами мне не нужны. Я запихивал в себя бутерброд. Запивал йогуртом. Влад давился к FC. Макс наваливал пельмени. Заруба у нас была бешеная. Данила Степанов явно бы не оценил нашу эстетику. Я доел все пельмени. Я не мог согнуться. Я чувствовал тяжесть в каждой клеточке своего тела. Влад был весь мокрый. Он съел два баскета острых крылышек. Но мои пельмени были явно калорийнее. Руслан доел два бутерброда. Мы приготовились. Первый на весы стал я. Плюс 4 килограмма. Да, восхитительно. Второй стал Руслан. Он набрал 6 килограмм. Мы офигели. Через час у меня перестанет выходить вода из организма. Я вас вообще обгоню. Третий стал на весы. Влад. Весы считали. Долго считали. Походу они сломались. Плюс 3 килограмма. Итог. Руслан плюс 4,9. Я 5,5. Влад плюс 6. Заруба бешеная. У меня остался последний заход. Самое время переходить к тяжелой артиллерии. Я взял 3 больших баллона энергетиков, 5 тройных сникерсов, колу, мивину и пюрешку. Столько калорий даже врагу не пожелаешь. Я смешал мивину и пюрешку. Пока оно заваривалось, я пил энергетик, пил колу, ел сникерс, потом опять пил энергетик и запивал это все колой. Лапша запарилась, я начал есть. Вспомнил, как мы тусовались в общаге, это было наше коронное блюдо. А еще рогалик с самой дешевой намазкой. Стоп, купил намазку и рогалик. Да, теперь 100% чувствую себя как в универе. Я все доел, не хотелось блевать, надо держаться, я должен забрать кэш, мани, бабки. В общем, победить. Лайк, если любишь бабки. Сейчас батя покажет, как нужно побеждать. Выбрал две самые большие пиццы, добавил все, что можно было добавить. Бекон, ветчина, итальянская колбаска, ветская колбаска, помидоры, маслины. Попросил привезти еще бутылку кетчупа и майонеза. Четко, победа у меня в кармане. Мне все это привезли, пиццы были нереальными. Там было все. Залил соусом, положил одну пиццу на другую, получился самый большой бутерброд. Я начал есть. Да, я почти их догнал, я продолжал делать упражнения. Докупил себе протеины с оленей, я качался и ел. Мы переглядывались, я не собирался проигрывать, мой план работает. Влад ел пиццу, Максим ел бич-пакет, я ел протеины и огурцы. Время подходило к концу. 5, 4, 3, 2, 1. Пришло время финального взвешивания. Мы шли тютелька в тютельку. Влад стал на весы первый. Весы считали, я нервничал, Руслан нервничал. Плюс 3 килограмма, итог плюс 9. Неплохо, моя очередь. Я стал на весы, весы думали, Влад нервничал. Руслан нервничал, весы нервничали, плюс 5 килограмм. Да, да, плюс 10 и 5, я победил в этом зашкварном челлендже. Я орал, я радовался, Влад матерился. Ютуб, стоп, он матюкался не по-настоящему. 3 косарика баксов мои, меня перебил Руслан. Он стоял на весах, он набрал плюс 10 килограмм. В сумме он обогнал меня на 4 килограмма 400 грамм. Я стоял в шоке, это нереально. Руслан стоял в шоке, он выиграл 3 штуки баксов. Я попросил ссать его еще раз. Вес не изменился, он стоял довольный, я стоял в шоке. Плюс 10 килограмм и минус косарь баксов. Руслан раскидывал деньги по хате. Да, я проиграл в детском челлендже, офигенно. Походу, теперь придется садиться на диету. Влад меня похлопал по плечу, он держал в руках пустую гантелю. Мы приглянулись, мы посмотрели на Руслана, он посмотрел на нас. Мужики, да это пранк был, это серьезно пранк. Мне просто кредитный лимит в банке закрыть нужно. Пожалуйста, вот, это пранк. Это был вторник, сегодня я опять проснулся от звонка Руслана. Он предложил мне повторить челлендж по набору веса. Время идет, а Руслан не меняется. Я не хотел опять участвовать в этом детском челлендже. Я предложил Руслану сыграть в кальмара. Я не люблю кальмаров. Все ясно, фрик. Он настаивал сыграть с ним еще раз. Мне это было вообще неинтересно. Он предложил поднять ставки. Победитель получит 10 тысяч долларов. А вот это уже интересно. За такие бабки я готов стать Владом А4, Глентом и Кобяковым в одном обличии. Я спросил, откуда у него бабки. Он отморозился. Ну ладно, я согласился. Через полчаса я пришел к Руслану. Руслан выглядел подозрительно. Поляк улыбался. Я выглядел как поц. Я не понимал, что происходит. Ну что, погнали? Ох, чувствую тут что-то не так. Ну ладно, режим детских челленджей включен. Руслан собрался с нас денежки. Пересчитал, поставил в коробку. Мы перешли к взвешиванию. Первым на весы стал я. 94,9. Четко. За последнее время я даже скинул. Вторым стал поляк. 101,3. Это не радиоволна, это его вес. Третьим на весы стал Руслан. Весы считали. Руслан улыбался. 51,4. Мы заржали. Два Руслана весят почти как один поляк. Мы еще раз прошлись по правилам. Стартуем ровно в 12. Ограничений по идее нет. Победит тот, кто набрал больше всего килограмм от контрольного взвешивания. В середине дня делаем два контрольных взвешивания. Кто победит, пиши в комментарии. В прошлый раз моя тактика оказалась рабочей. В этот раз ставки поднялись. Значит, надо усиливать тактику. Оставляю классическую схему. Пельмени, пицца, шаурма. Три кита, на которых держится мой лишний вес. И все это в пятикратном размере. Запивать буду колой, айраном и энергетиками. Стоп. Заменил пельмени на хинкали. Больше еды, больше килограмм. Я заказал хинкали с сыром, телятиной и свининой, грибами, бараниной и ассорти. Всего вышло 50 штук. Я чувствовал себя Таносом, собравшим все хинкали бесконечности. Вот это я понимаю челлендж. Раз набирать, так набирать. Лайк, если любишь пельмени. Мой план сегодня очень простой. Я буду есть много мяса. Ребрышки, шашлыки, стейки и все это заливать литрами соусов. Закусывать картошкой и запивать томатным соком. С этим набором я точно выиграю. Лайк, если любишь мясо. К этому челленджу я готовился полгода. Я уверен был в своей победе. За это время я перебрал все возможные варианты набора веса. Самым эффективным оказался план есть исключительно сладкое. Торты, пирожные, вафельки, шоколадки, мороженое, десерты. И все это буду запивать молочными коктейлями и шоколадным фонтаном. Вилли Вонг гордился бы мной. Лайк, если любишь сладости. Ко мне пришел курьер. Он принес хинкали. Я забрал заказ, разложился. Я еще никогда не видел такое количество хинкали. Здесь я точно должен набрать больше, чем в прошлый раз. Я посыпал перчиком, добавил уксус. Это как сосиска в школьной столовой. Идеально. Все те же классические пельмени, только больше. Это было очень вкусно. Я макал в сметанку и ел даже попки. Я чередовал вкусы. Сыр, курица, телятина, баранина и свинина. Запивал кола и дальше ел. Пацаны смотрели на меня и улыбались. Ха, смеется тот, кто смеется последний. Я посмеялся им в ответ. Подавился. Хинкали слишком большие. Я продолжил есть спокойно. Лайк, если любишь попки. Ко мне пришла моя еда. Я разложил ее на столе. Ребрышки, картошка, томатный сок и соуса. Я достал терку, натер сыр. Я не жалел сыра. Это было похоже на лазанью с ребрышками. И я макал ребрышки в кетчуп, потом горчицу и поливал чесночным соусом. Я ел ребрышки один за одним, потом два сразу. Я не оставлял ни кусочка мяса на костях. Я был похож на голодного волка. И я был весь в соусе. Мне нельзя останавливаться. Я решил не церемониться. Смешал все соуса вместе. Теперь у меня ультра-соус. Выглядело аппетитно. Я ел и запивал все томатным соком. Кайф. Мак сидел в шоке. Он ел обычный хинкали. Как он с этим решил побеждать, я не знаю. Я макал в ультра-соус, ел и чувствовал, что я набираю вес. Лайк, если тоже не любишь томатный сок. Эти поцы даже не догадываются, что сегодня их ждет. Я достал шоколадный фонтан. Ну не то чтобы фонтан, фонтанчик. Установил его. Дверь позвонил курьер. Это были мои слабости. Я достал из пакета сахарный диабет. Я делал себе шокоброды. Это как бутерброды, только из шоколада. Я взял буханку хлеба, достал оттуда мякоть. Залил шоколадом. Закинул мемдем. Спалил сгущенкой. Посыпал маршмеллоу. Потом нутеллой. Перемешал и украсил батончиками. Потом все это поливал шоколадным фонтаном. Это было очень сладко и очень вкусно. Я ел и запивал молочным коктейлем. Затем молочный коктейль заливал сгущенкой и дальше ел. Потом я делал шокоброды только из шоколада. Потом ел батончики с шоколадом. Маршмеллоу с шоколадом. ММД засыпал чашку, заливал шоколадом и ел ложкой. Потом нутеллу, добавлял сгущенку. И напоследок я пил шоколад и заедал шоколадом. Лайк, если не любишь школу. Теперь я понял, в чем подвох. Они явно готовились к этому челленджу все полгода. Мои хинкали по сравнению с их едой смотрелись как веганский бургер. Мне надо срочно менять тактику на следующие раунды. Мне надо больше и жирнее еды. Я заказал себе гигантские соуса, головку сыра и нашу фирменную гигантскую пиццу. 16.00. Пришло время взвешивания. Первой на весы стал я. Весы считали. Эти фрики улыбались. 97.2. Я набрал 2.3 килограмма. Мало. Вторым стал поляк. Весы считали. Все ждали. 104.5. Плюс 3.2 килограмма. Сойдет. Теперь очередь Руслана. Ну давай, шоколадный мальчик, покажи свой результат. 55.6. Плюс 4.2 килограмма. Я проигрываю 2.2 килограмма после первого взвешивания. Надо догонять. Мне пришла моя пицца. Вот мой ключ к победе. Эта пицца была такой же огромной, как телепузики. Я натер сыр на пиццу. Скрутил кусок и макнул в соус. Съел. Потом полил пиццу соусом барбекю. Макнул в кетчуп и съел. Потом полил горчицу и макнул в барбекю. Потом запивал энергетиками и макал в три соуса сразу и ел. Я уверен, что в этом раунде победа будет за мной. Я тер сыр, макал в соус, ел пиццу и запивал энергетиками. Пицца не заканчивалась. Я ускорился. Я сворачивал два куска пиццы и макал в соус. Это оказалось супер дикая комбо. Пацаны вышли в коридор. Понимаю, на мою победу тяжело смотреть. Я продолжил есть. Лайк, если любишь пиццу. Этот варишка решил украсть мою тактику. Окей, будем играть по-крупному. Я позвонил повару, заказал 40 шампуров шашлыка. Заказал кучу лаваша, картошку фри и еще больше ведро соуса, чем у Макса. Через полчаса повар мне доставил 40 шампуров мяса. Это было что-то с чем-то. Я заворачивал шампур в лаваш, макал в соус и ел. Потом поливал шашлык томатным соком и ел. Макал в соус и ел прямо шампуров. На секунду закосплеил расамаху. Я закусывал картошкой, которую поливал соусом. Я уже еле-еле-еле ел. Порция была просто гигантская. Макс уже не так улыбался. Он понимал, что может проиграть. Он давился своей пиццей. Репост, если любишь шашлык. О да, моя тактика работает. Я пока на первом месте. Мне пришло мое второе блюдо. 10 килограмм мороженого. С детства я мечтал о таком обеде. Ванильное мороженое с кусочками шоколада и под шоколадом. Я начал есть. Было безумно вкусно и безумно холодно. Я полил горячим шоколадом. Так лучше. Я продолжил есть. Я чувствовал себя Кевином из один дома. Я могу есть мороженое сколько захочу. Мне казалось, что у меня они мели зубы. Останавливаться нельзя. Я полил мороженое с гущенкой и продолжил есть. Пацаны мне явно завидовали. Под конец кушать сладкое становилось уже тяжелее. Я никогда бы не подумал, что много сладкого бывает. И походу попа реально может слипнуться. Я уже не чувствовал вкус сладкого в сладостях. Я немного передохнул. Выпил молочный коктейль. Принялся есть дальше. Лайк, если любишь мороженое. Я еле-еле доел свою пиццу. Пацаны запихивали в себя еду. Они и доели свои порции. У меня было явное преимущество в этом раунде. Пришло время для второго взвешивания. Я стал на весы первой. Весы считали. Пацаны молчали. 101,9. Да, плюс 4,7 килограмм. Классика не подводит. Вторым на весы стал поляк. 106,9. Плюс 2,4. Третий Руслан. 58,5. Плюс 2,9. Итого. Я плюс 7. Поляк плюс 5,6. Руслан плюс 7,1. Ситуация накаляется. Последний раунд. Мы с Русланом шли в тютелька в тютельку. Здесь я буду идти до конца. Надо использовать ульту. Двойную метровую шаурму с килограммом мяса. Как можно больше соуса, картошки и сыра. Это был мой козырный Джокер. Я откусывал огромные куски шаурмы. Соус стекал по моим губам. Я чувствовал, как я набираю килограммы. По-моему, я слышал треск стула подо мной. Либо это капуста в шаурме. Ой, как сочно. Я бы всю жизнь ел только шаурму. Как я мог ее променять на хинкале? Я ел и запивал колой. Я ел и пил. Я съел больше половины. Я выпил два литра колы. Остановился передохнуть. Раз, два, три. Я продолжил есть. Запивал айраном. В который раз убеждаюсь, что шаурма это еда богов. Лайкеси, любишь шаурму. Вот пакостники. Я шел на последнем месте. Мне срочно надо их догонять. Я отменил стейки. Я заказал целого поросенка. Десяти килограммового запеченного поросенка. Мне интересно, что они на это скажут. Ко мне пришла моя свинка. Ну как? Не сама пришла, а я ее принес. Выглядела она мощно. Макс уже съел половину шаурмы. Надо ускоряться. Я прикрыл глаза свинки. Прости меня, наф-наф. Я приступил к трапезе. Я отрывал куски и ел. Я почувствовал себя викингом. Хотя вряд ли у викингов были соуса. Я полил ее соусом, оторвал кусок и еще съел. В меня уже не лезло. Вот блин-блинский. Лайк, если ты веган. Вот какашка. Мы с Максом шли вровень. Он думает, что победит со своей шаурмой. Не тут-то было. Я забрал своего козырного туза. Десяти килограммовый торт. Безумно нежный. Ванильный шифоновый бисквит со сливочной йогуртовой прослойкой. Я сразу же принялся есть. Я не церемонился. Я умал куски руками. Ел как можно быстрее. Я ел одной рукой. Я ел двумя руками. Я ел без рук. Меня уже не лезло. Если человек на 80% состоит из воды, то я уже походу на 80% из шоколада. Но сдаваться нельзя. Я запихивал в себя сладкое. Времени оставалось мало. Мне надо набрать как можно больше. 5, 4, 3, 2, 1. Пришло время финального взвешивания. Мы шли тютелька в тютельку. Поляк стал на весы первой. Весы считали. Я нервничал. Руслан нервничал. Плюс 2, 3. Итого 109, 2. Неплохо. Моя очередь. Я стал на весы. Весы думали. Поляк нервничал. Руслан очень нервничал. Плюс 5, 1 килограмма. Да, идеально. Плюс 12, 1 килограмм в итоге. Это лучше даже, чем в прошлый раз. На весы стал Руслан. Ему надо набрать больше 5 килограмм, чтобы опередить меня. Весы считали. Я нервничал. Руслан очень нервничал. Поляк был зол. Он уже 100% проиграл Весы остановились 62,8 Итого плюс 11,4 килограмма Да, я опять победил Шаурман никогда меня не подводит Я взял коробку, открыл ее Денег там не было, Руслан замешкался Он просил его не бить Я не понимал, что происходит Я просто был уверен в победе И все ваши бабки уже потратил Сегодня смотрела свои фоточки с прошлого лета Я себе нравилась Такая секси, красивая прям А потом заинтересовалась, буду ли я так же красива этим летом Зимой я не щадила никакую еду Поэтому побежала за весами Божечки, 50 килограмм Точно не знаю, много ли это, но подозрения есть Нашла в интернете формулу расчета жирности Начала считать Вес делим на рост, умножаем на возраст Плюс IQ Итого получилось минус 3,5 Так, мало того, что я жирновата, так еще и гуманитарий Повезло, так повезло Посмотрела на Михалыча Он с виду тоже жирненький, но ничего не переживает Да и выглядит мило Просто у него же порода такая А может у меня тоже такая порода? Да ну не, я должна быть стройной, как Лань А не тупой, как она Все, решено, мне нужно худеть До лета месяц Успею, главное верить С чего бы начать? Может перестать откладывать все на потом Или хотя бы перестать жрать, как лошадь? Да не, лучше поискать музыку для тренировок В пабликах про спорт вычитала, что главное много бегать Ну бегать так бегать, вопросов нет Хотела позвонить подруге, чтобы не бегать в одиночестве Но вдруг она похудеет больше меня Нет, конкуренты мне не нужны Оделась в спортивное Сфоткалась Накидала всякие спортивные хэштеги Пошла бегать После первого километра потрогала себя за талию Ну вроде уже худея Килограммов 49, наверное Довольна собой Побежала на пляж Там и воздух полезный И фотки поярче будут Но единственное, что я получила в итоге Это песок в кроссовках Ладно, вернусь на пляж уже в купальнике И стройная А пока что сюда не ногой Бегать мне понравилось Время от времени трогала себя То за ногу, то за талию И убеждалась, что я худею А потом я оказалась в непонятном дворе Такому меня жизнь не готовила Походу начался конкурс По спортивному ориентированию Впереди был железный забор Может меня специально заманили В тюрьму для толстых Тааак, кто-то сейчас будет плакать Я оглянулась Поняла, что никого рядом нет И этого никто не увидит Так что плакать смысла нет Начала думать Ну не то, чтобы прям думать Просто застыла на месте И прищурила глаза Я так в фильмах видела Но на помощь мне пришли мультики Мультяшки никогда не пытались Пролезть через решетку Которая намного шире них Но я же не тупая Решетка и вправду стояла широко Пролезла голова Пролезет и остальное Но что-то пошло не так Толстая попа меня предала Настя застряла в заборе Больше всего было стыдно Перед спасателями Лучше бы дома сидела Сегодня я решил кардинально Менять жизнь И для начала решил похудеть Потому что завязать с дотой Или найти работу Это было слишком резко Пацаны меня поддержали И сказали, что я сделал Правильный выбор После чего заказали пиццу Шурик вообще сказал Что наконец-то мы нормально покушаем А то со мной они никогда не наедались Приехала доставка Пацаны начали есть Еще сказали, что взяли гавайскую Как я люблю Вот это было обидно Я думал съесть маленький кусочек Но пацаны сказали, что надо иметь силу воли Они были правы Чего это я сдаюсь на первом этапе Пацаны ели пиццу Я ел салат Они были радостные Я ел салат Но этого и следовало ожидать Я ж не слабак Как-то справлюсь Через какое-то время пацаны наелись И сказали, что остальное уже доедать не могут Потому что лопнут Я сказал, что тогда придется выкидывать Такого ответа они от меня точно не ожидали Но выкидывать пиццу Это уже себя не уважать Поэтому они ее доели через силу Потом мы пошли в парк Погода была мерзкой Я даже на секунду захотел эклер Чтобы хоть как-то скрасить свое настроение После небольшой прогулки Пацаны проголодались А я как бы из этого состояния не выходил Так что казалось, что я скоро упаду в обморок Пацаны пошли есть шаурму А я пошел смотреть, как они едят шаурму Потом мне в голову пришла гениальная мысль Взять шаурму без картошки и майонеза По сути овощи и мясо Считай на диете Изи Сказал пацанам свой план Они сказали, что я сделаю все, лишь бы пожрать Но сказать ничего они не могли Так как шаурма без картошки и майонеза Я еще сказал, что возьму маленькую Пацаны чуть не охренели Сказали, что наверное последний раз Я брал маленькую шаурму в детском саду А я на самом деле и не помню Ел ли я когда-то маленькую шаурму Но это не важно Мы сделали заказ Я два раза сказал повару Сделать мне без майонеза и картошки Он два раза кивнул головой И сказал что-то на арабском Довольно конструктивный диалог Нам наконец-то дали еду Шурик заметил, что в моей шаурме тоже есть майонез Да блин, я же просил Парни быстро поспорили, кому достанется моя шаурма Мой желудок издавал очень плохие звуки Возможно предсмертные Потом в глазах начало темнеть Я отрубился Почти увидел шаурму в конце тунеля Но скоро начал приходить в себя Слышал, как Шурик пытался вызвать скорую Или найти нашатырный спирт Но Миша решил оживить меня по-другому Поднес к моему лицу шаурму Я чуть не откусил Миши палец Зато пришел в себя После прошлого челленджа мы с пацанами очень плотно набрали Теперь нужно сбрасывать Договорились сделать еще один челлендж Кто больше всех сбросит вес, получит 3000 баксов Я хотел подтвердить статус победителя Влад хотел реванш Руслан просто за любой движ, где можно выиграть деньги В прошлый раз я нехило набрал Поэтому я был уверен в своей победе Плюс я в своей счастливой кофте Пацаны были настроены серьезно Никто не хотел палить тактику Ясно Фрики Влад проверил, нет ли у Руслана гантелей Все четко Мы провели контрольное взвешивание Я стал на весы, 103,8 Я ожидал большего Влад стал на весы, 107,5 Неплохо Руслан стал на весы, 57,2 Мы с Владом снова поржали Я все время забываю, что Руслан весит как выпускница Прошлись по правилам Стартуем в 12 Ограничений нет Побеждает тот, кто сбросит больше всего килограмм от начального веса В середине дня делаем два контрольных взвешивания Правила обговорили Бабки поставили Мы готовы начинать зашкварный челлендж А если ты хочешь, чтобы заруба получилась реально жесткая Нажми на красную кнопочку подписаться и сделай ее серой Мы не начнем, пока ты не нажмешь на кнопочку Мой план был просто эффективен Так как я кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Я выбрал бег Очень много бега К концу дня я буду весить как Руслан А точнее как выпускница Ставь лайк, если ждешь выпускной Свою методику я продумал досконально Я учил советы фитнес-блогеров Свой вес, комплектацию и свое нежелание заниматься спортом Начинаем с панамы на удачу Потом упражнения на дому Ходьба, а в конце дня ванная для похудения В этом челлендже я докажу, что можно сбрасывать вес, не занимаясь в зале Ставь лайк, если ты такая же ленивая А это же детский контент Ленивая принцесса Жасмин из Диснея Я буду сбрасывать вес как Конор МакГрегор Он точно в этом лучше разбирается, чем я Плюс вчера я прошел тест кто-то из UFC Тест сказал, что я Конор Все сходится Кто-то из UFC, пиши в комментариях Я начал с разминки Приступил к легкому бегу Пробежал один круг Два круга Три круга Закончил разминку Дышать становилось труднее А прошло всего лишь 20 минут Многообещающее начало Я приступил к упражнениям Челночный бег Сначала 20 метров Потом 30 40 50 И так 3 раза Немного передохнул Достал парашют Прицепил его сзади Приготовился Побежал Бежать стало гораздо сложнее Ощущение, что физрук спалил меня за куревом И тянет за шиворот Я закончил Полминуты на отдых Я отдышался Приготовился Снова побежал И так еще 3 раза Я закончил бег Мышцы на ногах горели Пот лился рекой Я еле дышал Четко Значит я начинаю худеть Я вешу больше всех А значит не сбросить легче всех Как бы это грустно не звучало Я постелил коврик Включил видео с упражнениями на ютубе Там была женщина Она была худая Ей точно можно довериться Я начал с ходьбы на месте Потом я сделал приседания Потом сделал выпады Потом девушка сделала странное упражнение Нет, так я точно не сделаю Девушка показывала Я повторял Прошло 20 минут Я уже устал Девушка на видео достала коврик Наконец-то Упражнение лежа Я хотел отдохнуть Она начала делать челночный бег вдоль ковра Я повторял Я сделал челночный бег с касанием коврик Потом прыжки сбоку коврика Потом челночный бег с касанием и прыжками сбоку коврика Господи, зачем она вообще его достала? Перерыв несколько секунд Девушка легла на коврик О, да, начала качать пресс О, нет Я начал качать пресс Делать велосипед Делать подъемы ног Начали болеть мышцы пресса Я даже не знал, что они у меня есть Тренировка закончилась Я лег на коврик Наконец-то я использую его по назначению Ставь лайк, если любишь отдыхать Я приехал Меня встретил тренер Я сказал, что мне нужна тренировка Как он за день до взвешивания Он предупредил, что будет сильнейшая нагрузка И что я могу такого не вывести Я сказал Я готов, мастер Тренер странно посмотрел на меня Неловко Походу у боксеров шутить не принято Мы начали тренировку Разминка Я пробежал один круг Два круга, три круга Пока легчайшая Номер два Комплексные упражнения Час без перерыва Целый час без перерыва Конор, как ты это терпишь? Мы начали Бой с тинью с гантелями Бресс, отжимания Приседания Бег в упоре Бёрпи Минута отдыха 30 секунд планки Бёрпи с отжимания Динамическая боковая планка Скручивание локтем к колену Планка с подтягиванием коленей Выпады Еще минута на отдых Я хотел умереть Посмотрел на время Прошло всего 10 минут А заниматься целый час Минута отдыха прошла Поехали Бег на месте с ударами перед собой Выпады с прыжка Подъем колена из выпада И минута планки Ай, так еще 45 минут Я не выдержу Время для первого взвешивания Я приехал на квартиру Пацаны уже были там Я выглядел уставшим Руслан выглядел уставшим Влад выглядел нормально Я чувствовал, что победа у меня в кармане Я стал на весы 101,6 Минус 2,2 Четко Влад стал на весы 105,5 Минус 2 Неплохо Руслан стал на весы 54,7 Минус 2,5 килограмма Мы стояли в шоке Руслан сбросил больше всех Так это еще только разминка была Нужно возвращать лидерство Следующий этап Блестница Буду бегать с колесом Это сложно, но терпимо Со стороны я выглядел странно Как будто снял чужое колесо И сваливаю Я бегал вверх, вниз Вверх, вниз Я остановился Отдышался Я стоял весь мокрый Значит я все делаю правильно Я побежал еще раз Я не чувствовал ног Надо терпеть Мне нужно догнать Руслана Я остановился Отдышался еще раз Спустился Это именно Бравл Старс как тяжело Надо дожимать У меня есть еще 3 часа Я побежал дальше Лайк если любишь Бравл Старс Следующий этап ходьба Моя цель 50 тысяч шагов Чтобы не потерять сознание Надо пить много воды Я начал Сразу положил трубочку в рот Я шел и пил одновременно Телефон читал мои шаги Люди на улице странно на меня смотрели Но ничего За 3к баксов Вы бы и не такое сделали Я шел 30 минут 1 час 2 часа Мне захотелось туалет Ой как некрасиво Но терпеть сил не было Отошел за угол И отлил А это же детское видео Начал играть Бравл Старс Доиграл катку Пошел дальше Прошло еще 2 часа Я прошел Дерибасовской до Аркадии 5 раз Мои ноги еле ходили Я был весь мокрый Я посмотрел на телефон 45 тысяч 416 шагов АААААААААААААА Я вернулся в зал Тренер сказал Что пришло время для серьезной тренировки Мне стало страшно Он дал мне боксерские перчатки и шлем Поставил передо мной лапы Я бил Уклонялся Потом еще бил Еще уклонялся Он кричал интенсивней Я бил за всех сил Прошло 5 минут Теперь груша Я начал бить 1 удар 2 удара 3 удара Он кричал Бить интенсивней Я бил интенсивней Я бил без остановки Одна минута, две минуты, три минуты Я не чувствовал рук, но я не сдавался Я представлял, что груша это худеющий макс Я закончил Он повел меня на ринг, сказал спарринг в полную силу Я стоял в шоке, бой начался Я защищался, я бегал по рингу Он прессинговал, я пытался обниматься Я видео так на хардкоре делают Мы закончили, я пил воду, я лежал, отдыхал Минута отдыха прошла, пошли по второму кругу Удары по лапам, грушу, спарринг, минута отдыха И так еще три раза, мы закончили Я больше не хотел быть Конором Я хочу просто снимать видосы про школу Пришло время второго взвешивания Я стал на весы, 98,6 Сбросил 3 килограмма, четко, лестница меня не подвела На весы стал Влад, 102,7 Он сбросил 2,8 килограмма, неплохо На весы стал Руслан, 52,5 Он сбросил 2,2 килограмма, да Остался последний рывок На него у меня был отдельный план Я заставлю свое тело потеть еще сильнее Для этого мне понадобится пищевая пленка И максимально большое количество слоев одежды Я обмотался пищевой пленкой, потом надел все, что у меня было дома Футболки, подштанники, кофты, штаны, куртки и даже шапки На мне было где-то 20 слоев одежды Четко, я побежал Одежда сковывала мои движения Жара адская Я пробежал один круг, 3 раза по 30 метров и один раз челночный бег Я прилег отдохнуть Было ощущение, что пот пропитал где-то 3 слоя одежды Попытался встать Это оказалось сложнее, чем я думал До конца челленджа оставалось несколько часов Я поставил себе цель пробежать как можно больше Хорошо, что в моей тактике присутствует ванная То, что нужно после 50 тысяч шагов У меня будет два вида ванной Первая, ванная с солью и бомбочками Вторая, ванная со льдом Для того, чтобы вызвать у организма стресс и сжигание жиров Ванная набралась Принес соль, бомбочки и антицеллюлитную щетку Кинул бомбочку в воду Она начала шипеть Залипательно Кинул соль для похудения Лег в ванную Кайф Взял антицеллюлитную щетку Начал тереться Прошло 10 минут Я прогнал целлюлит Следующая ванная со льдом Я высыпал лед Чуть не хуй Да это же детское видео Я чуть не отшумел от холода Мои мышцы сжимались Зубы дрожали Я терпел Нужно было продержаться хотя бы 5 минут Я начал считать секунды вслух Засчитал до 10 Высел из ванной 10 секунд тоже считаются Люди на кричании и минуты не просиживают С меня хватит этого похудения Последний этап Сушка Пока это самая приятная часть для Конора Я зашел в баню Мне делали массаж Потом били веником Было неприятно Но я рад, что хотя бы не по лицу Я вышел из бани Докунулся в холодный бассейн Вода ледяная Влад бы явно такого не выдержал Я сильный Я заберу бабки Пошли по второму кругу Массаж, веник, бассейн Я зашел в парилку третий раз Там уже было не так жарко Я попросил добавить парку Почувствовал себя мужиком Мне снова сделали массаж И побили веником Сказали выходить из парилки Я отказался До конца челленджа еще час Мне нужно максимально пропотеть Настоятельно попросили, чтобы я вышел Если мне будет плохо Я остался сидеть Нужно как-то перегнать пацанов Я налил еще воды на камни Потом еще и еще Залез на самую верхнюю полку Чтобы было жарче О, хорошо Я точно превращаюсь в мужика Прошло 5 минут 10, 20 минут Наверное, пора выходить Я встал У меня закружилась голова Мне стало плохо Я на ощупь шел к двери Пришло время финального взвешивания Мы с Владом были готовы Руслана еще не было Мы позвонили ему Он мне взял трубку Подождали еще 10 минут Руслан не появился Наверное, заранее принял свое поражение Мы решили взвешиваться без него Я встал на весы 97,1 Итого я сбросил 6,7 килограмма Да, четко Влад встал на весы Мы стояли Мы ждали Весы ждали 101 килограмм Он сбросил 6,5 килограмма У Руслана техническое поражение Да Я снова выиграл в этом зашкварном челлендже Глеб и Кобяков нервно курят в сторонке Блин, я даже разговаривать стал зашкварно Телефон зазвонил Это был Руслан Короче, я потерял сознание И я в больнице Но я попросил меня тут взвесить И сбросил 4 кг Ну че, я выиграл? 14 февраля День влюбленных Я смирился с тем, что проведу этот праздник один За неделю у меня было 4 самых странных свидания Я знакомился с родителями Гулял за клачицей Ужинал с истеричкой И чуть не занялся сексом при ребенке Все, с меня хватит Я пошел играть в КС На телефон пришло уведомление Я посмотрел на экран Мне кто-то написал Я зашел в приложение Она написала привет Я написал привет Я зашел на ее страницу Ее звали Вера Я посмотрел фотки Она была пухловато Я посмотрел на себя Да кого я обманываю? Никто не идеален Девушка написала Пойдем похаваем шавуху Я ошибся Она оказалась ближе к идеалу, чем я думал Она написала Встретимся возле шаурмы у Алика Охренеть, это моя любимая точка Что это, если не подарок судьбы? Я оделся, обулся Взял деньги и вышел из дома Мы встретились возле шаурмы Поздоровались Подошли к ларьку Я спросил Пополам Она ответила Я думала, мы по двойной возьмем У меня подкосились ноги Я не мог поверить своим ушам Я согласился Заказал две двойные шаурмы Да, дайте две А может, без картошки с двойным сыром? Боже, да что это она делает со мной? Я чувствую бабочек в животе Они тоже знали, что их ждет двойная с сыром и без картошки Я отдал деньги Отошел от окна К окну подошла Вера И можно, пожалуйста, соуса побольше? Остренького Охренеть! Я ошибался Никто не идеален, кроме нее Я был счастлив Я смотрел на нее Она смотрела на меня Мы улыбались Мы понимали, что следующие 20 минут будут кайфовыми Мы принялись ждать шавуху Вера рассказывала о себе Мне было интересно Я рассказывал про свои свидания Ей было смешно Нам было легко и комфортно Прошло 10 минут Шаурма была готова Мы забрали ее с ларька и пошли искать лавочку Вера сказала Давай танкните поменьше людей Она шарит Мы нашли лавочку Сели, развернули шаурму Я почувствовал ее запах Он был прекрасен Мы начали есть Шаурма была вкусной И огромной У меня все вываливалось изо рта У нее все вываливалось изо рта Мы посмотрели друг на друга Мы рассмеялись Сарта выпало еще больше Нам было весело Мы продолжили есть Вера капнула соусом себе на кофту Может, влажную салфетку? Да нет, у меня свои есть Она шарит Вера достала салфетки Я подержал ее шаурму Она вытерла кофту Я отдал ей шаурму Тимплей Четко Мы продолжили есть Мы общались Шутили Дурачились Давали друг другу салфетки Ели как свиньи Но нам было все равно Вера посмотрела на меня У тебя кусок мяса тут на лице Она вытерла его пальцем Это было мило Ее рука остановилась на щеке Она посмотрела мне в глаза Я смотрел в ее глаза Между нами проскочила искра Вера начала тянуться ко мне Я начал тянуться к ней Мы оба хотели этого Соус на ее губах Притягивал меня Я понимал, что во рту Еще осталась непрожеванная шаурма Но мне было плевать Я знал, что у нее такая же ситуация Мы приблизились еще Потом еще А потом Моего друга Руслана Выселяли с общаги Ему срочно нужна была новая хата Я предложил ему снимать вдвоем Руслан сомневался Я сказал, что так дешевле Руслан согласился Я предложил найти риэлтора Руслан мне предложил Не предлагать тупые предложения Я понял С деньгами у него еще хуже Чем я ожидал Он сорвал объявление Сдам квартиру в вашем районе Четко Попросил меня позвонить на лайф Нечетко Он ходил из стороны в сторону 10 минут, 20 минут, 30 минут Остановился Посмотрел на меня Сделал умный вид Бросил трубку и сказал Я все порешал, чувак Поехали Мы приехали на место Никого не был Трубку тоже никто не брал Я сказал Чувак, это кидал его Руслан ответил Такого быть не может Я уже предоплату скинул Я посмотрел на Руслана Руслан посмотрел на меня Да Походу нас скинули Зашибись Зачем я только с ним связался Загуглил Аренда квартир без посредников Через полчаса я понял одно Хозяева вообще не умеют фоткать квартиры Я насчитал 10 фоток ковров на стене 40 фоток только стиральной машины И 4 фотки, где в отражении зеркала Видно мужика в трусах И это все в одной квартире Руслан меня перебил и сказал Согласен Звони риэлтору Всех риэлторов, которых мы встречали Я поделил на три типа Первый тип Риэлтор решала Он может решить все Все порешаем Я порешал, ребят Все, пацаны, порешал Второй тип Риэлтор продаж Он может продать все Ну а что вы хотели? Все в рамках вашего бюджета Третий тип Идеальный риэлтор А я вам говорил, что квартира идеальна Мы зашли в квартиру Я разулся Риэлтор разулся Руслан остался в кроссовках Мне нравится Берем Может хотя бы комнату посмотрим? А, это коридор Риэлтор удивился Хозяйка закатила глаза Я обрадовался, что никогда не жил в общежитии Мы пошли смотреть квартиру Кровать есть Газовая плита есть Душ есть Отлично Руслан сказал Ну, тараканов нет Берем Вот пот Хозяйка спросила Ну и кто тут будет жить? Мы вдвоем Я посмотрел на хозяйку Хозяйка посмотрела на нас Я стукнул Руслана по ноге Ты что, поц? Он не понял намека Риэлтор вообще ничего не понял Хозяйка перекрестилась Испанский стыд Риэлтор спросил Как вам? Я ответил Плохо, что микроволновки нет Сейчас порешаем Он ушел разговаривать с хозяйкой Мы остались ждать Руслан удивлялся, как может быть так чисто в квартире Рассматривал жалюзи, телевизор, кресло Я удивлялся, как удивляется Руслан Через 5 минут вернулся риэлтор Я порешал, ребят Все нормально Микроволновка будет Но купить должны вы ее сами Руслан обрадовался Я отказался от такого предложения Зашла хозяйка Выдвинула свои требования Не шуметь после восьми Не курить в квартире Не заводить животных Не трогать ее телевизор Не двигать шкаф Не раскладывать диван Не трогать статуэтки Проветривать только раз в день Не набирать ванную Сильно часто не ходить в туалет Не пользоваться огнеопасными дезодорантами И не голосовать за оппозиционный блок Руслан запомнил только про курение Риэлтор сказал Сейчас порешаем Снова ушел общаться с хозяйкой Мы остались ждать Прошло минут восемь Все, пацаны, порешал Идем смотреть другую квартиру Ясно, мы обулись Перед уходом Руслан крикнул А я сломал вам жалюзи Мы пошли смотреть другую квартиру Риэлтор сказал Самое главное, пацаны Квартира вообще в 5 минутах от метро Четко Мы шли 5 минут 10 минут 20 минут Мы устали Передохнули Пошли дальше Еще через полчаса были на месте Я сказал По-моему, тут больше, чем 5 минут от метро Риэлтор сказал Порешаем Я понял, что на квартире еще живут люди Попросил не пугаться Если че, он порешает Руслан ничего не понял Я понял и хотел побыстрее закончить Мы зашли в квартиру Поздоровались Я разулся Риэлтор разулся Руслан пошел так Я разозлился Попросил Руслана разуться Руслан морозился Мы начали спорить Постоялец просто стоял Риэлтор хотел что-то решить Руслан крикнул Ладно, уговорил Он разулся У него был дырявый носок Я все понял Немного посмеялся Риэлтор предложил нарешать новые носки Руслан отказался Зажал дырку между пальцев Проблема улажена Мы пошли смотреть квартиру Я увидел стрёмную куклу Потом еще одну И еще И еще Странно Посмотрел на Руслана По его лицу было все ясно Его устраивала любая хата Главное без тараканов Риэлтору позвонили Он ушел разговаривать Нас позвал постоялец Стало интересно Мы подошли к нему Он сказал Не заселяйтесь сюда Я спросил Плохой район? Плохая аура Здесь живет дух погибшего мужчины Очень давно он купил эту квартиру Но не смог выплатить ипотеку И покончил с собой И теперь он не любит Когда кто-то Заселяется В эту квартиру Я понял Чувак сумасшедший Руслан был испуган Я понял Руслан наивный Попытался успокоить Руслана Сказал, что духом не существует В соседней комнате что-то упало Руслан вскрикнул Из комнаты послышался крик Все нормально Я чашку уронил просто Постоялец продолжил рассказывать про духа Руслан еще больше накручивал себя Я решил разорядить обстановку и сказал Да ладно, чувак От запаха твоих носков Любой дух помрет На меня посмотрели как на идиота Стало неловко Постоялец сказал, что это не шутки Дал Руслану номер священника На всякий случай В квартире вырубился свет Руслан закричал Я пытался объяснить, что это пробки, а не призрак Успокоил его Сказал, что квартира хорошая Руслан не согласился Я напомнил, что тут нет тараканов И есть отдельный туалет Руслан успокоился Я посмотрел на риэлтора Он улыбался Он думал, что сделка идет хорошо Сказал, что пришло время разобраться с документами Я смотрел на него Он смотрел на меня Руслан смотрел на куклы Неловко А че, никто не сделал договор? Я думал, с собой возьмете Мы нашли другого риэлтора Приехали на новую квартиру У входа стояли люди Странно К нам подошел риэлтор Объяснил, что квартиру смотрят сразу несколько клиентов Нам пришлось ждать своей очереди Я был возмущен Руслану было без разницы К квартиру зашел человек Мы ждали 5 минут, 10 минут, 20 минут Из квартиры вышел риэлтор Сказал Все, ребята, квартира сдана, расходимся Сука, и зачем мы сюда перли? Он нас успокоил Предложил другую квартиру Пообещал, что этот вариант нам точно понравится У нас не было выбора Мы согласились Ну, а что вы хотели? Все в рамках вашего бюджета Зато через 10 лет Здесь будет шикарный новострой Встретились с новым риэлтором Он предложил идеальную квартиру Намекнул, что держал ее специально для нас Руслан спросил А сколько стоят ваши услуги? Очень вовремя Риэлтор ответил Половина от месячной аренды Руслан был в шоке Не понял, за что платить такие бешеные деньги Риэлтор объяснил, что у него есть какая-то секретная база недвижимости О ней никто не знает Даже КГБ Мне было интересно, что за база Руслану было интересно, где брать деньги Он отвел меня Я не хочу платить ему половину каждый месяц Так это единоразовый платеж Руслан выдохнул Но все равно не понимал, за что давать такие бабки Попросил сбить цену Риэлтор был непоколебим Руслан был мнительным Он согласился Мы зашли в квартиру Нас встретил хозяин Риэлтор сказал Мы по объявлению На столбе Руслан возмутился Риэлтор улыбнулся Вот сука Руслан включил ревизора Начал проверять идеальную квартиру Он проверил все Абсолютно все Он проверил плентуса Проверил плесень Линолеум Прочность диванов Прочность стульев Работу стиралки, холодильника, плиты, туалета Хотя последнее было не проверкой До квартиры не докопаться Странно Хозяин сказал Торга не будет Риэлтор улыбнулся Руслан расстроился Я чувствовал что-то неладное Все было слишком хорошо Где-то точно есть подвох Теперь я включил риэлтора Отопление Есть Кто платит? Я Коммуналка Пополам Подогрев полов Есть Тиралка Есть Утюг Есть Фен Есть Магазины рядом Есть и даже круглосуточно А соседи? Хороший, жалоб не поступало Точно? Да, это самый безопасный район Может у кого-то ремонт? Поза вчера закончили Год крещения Руси 988 Где проводились первые олимпийские игры? Греция Где побывала Алиса, попав в страну чудес? На безумном чаепитии А, он тебя целует Говорит, что любит и ночами обнимает Замгеранги Жигернал, братан А я вам говорю, что квартира идеальная Я был в шоке Мы нашли идеальную квартиру Я посмотрел на Руслана Он чуть не прослезился Он и представить не мог, что будет жить в таких хоромах Мы решили брать эту квартиру Заключили договор Отдали деньги хозяину Отдали деньги риэлтору Получили ключи Пожали друг другу руки И провели их в добрый путь Хата наша Кайф Я же говорил, стены тонкие Ну ничего, порешаем Был выходной Я проснулся в 7 утра Черт, почему я не могу так сделать в будний день? Хотя зачем? Я же не работаю Зашел проверить почту Мне никто не написал Неужели никому не интересно, как у меня дела? Расстроился Опа, смс Обрадовался Ваш интернет баланс 0 гривен Я расстроился еще больше Надо пополнить Взял кошелек Пусто Посмотрел в штанах 5 гривен Мало Открыл зимнюю курточку Там всегда должен быть сезонный подгон Первый карман Пусто Второй карман Пусто Внутренний О, что-то нащупал Семечки Обрадовался Хоть что-то, но не то Итого пятерка и 12 семечек За этот набор смогу только закадрить Светку с района Пошел к Мише просить денег Остановился Вспомнил, что и так торчу ему 300 гривен Он спросил, что я хочу Я ничего не придумал умнее, как сказать хорошего дня И вышел из комнаты Зашел к себе Стал думать Идея Позвонил родителям Попросил пополнить интернет Долгие крики в телефон от мамы Сказала, чтобы я устроился на работу И не выходил на улицу без шапки Пришла смс Ваш баланс пополнен Люблю маму Еще одно смс от мамы Это последний раз Ага Уже 23 года так говорит Задумался Стало стыдно Пора найти работу Сел за компьютер и начал искать Что я умею делать? Смотреть сериалы По этому запросу ничего не нашел Спать Тоже глухо Жрать О, супер Открой свою бургерную Зашел к Мише Попросил одолжить 500 гривен Он сказал Иди нахрен Ты мне и так 300 должен Блин Я надеялся, он забыл Я сказал, что завтра отдам тысячу Он заинтересовался Отлично Бабки в кармане Составил бизнес план Стол Есть Перчатки Но чтобы быть в тренде Куплю в аптеке Булки куплю в магазине Котлеты и соус там же Короче, пошел в магазин Захватил с собой стол Неудобно Оставил ухода Скупился Вышел Стол украли Еле сдерживал эмоции Ладно Буду делать на лавочке Стоп Ищу же перчатки Зашел в аптеку Попросил черные перчатки Они посмеялись И сказали, что все черные продали Купил обычные Странно Почему они смеялись Пришел в парк Здесь много народу По-любому купят Разрезал булки Засунул котлету Помидор Салат Кетчуп Майонез Идеально Разложил Стал зазывать людей Пока глухо Прошел час О, первый клиент Второй Набежала толпа Бизнес попер Осталось пару бургеров Я счастлив Один клиент вернулся Наверное за добавкой Он начал орать, что бургеры не свежие Второй клиент Набежала толпа Отдал им все заработанные деньги Приехала полиция Бургеры выкинули Жалко Отвезли в участок Выписали штраф в тысячу Сказали оплатить в кассу Зазунул руку в карман Там была пятерка И 12 семечек